Хражданское чтение Евангелия от Марка, 4 глава, 1 по 9 стих. О середине тут. Это одна из самых популярных притч, которая часто считается в храме. И тут, кажется, и разбирать нечего. Тем более дается толкование. А рассмотреть следует, и что-то увидим уже в другом виде. Увидим, что относится к нам. Середина? Середина. Имеется в виду, как тогда середина. Не серед, а за трактором. А кашлица, корзина, на шее, наполненная пшеницей. Середина запускает руку, берет в горь и полный горстью разбрасывает. Это тоже надо уметь. А то вся на одном месте упадет. Но уже середина. Это середине известно даже дьяволу. Он вообще-то профессор в сельском хозяйстве. Ведь него ничего не делают в храме, как он Антоний открыл. Ни одного погослужения нет. А в одном храме нет настоятеля. Он же тая на его месте стоит. Увидим, и стоит вверх, креста трезарными ушами. А то, значит, скоро еретик придет. Ни одного погослужения нет, чтобы дьявол кит не присутствовал. Прямо, четко показывает великие святые отцы. Тем более в сельском хозяйстве когда сейте. Он просил сейте, как пшеницу. Он знает, что значит сейте. Шире разбрасывать. Далее. То зерно, которое хранилось, чтобы не поели грызуны, не украли. Бросил хозяин, все, я свое дело сделал. Кто налетит, кто из земли, там какая мышца ест. Полностью без присмотра. И Анна Таут говорит, если бы человек, живущий в горах, ни разу не видевший посева, пришел и увидел, как хранят в амбаре, а потом хозяин, бережливый, рачительный, разбрасывает и радуется, что прошел дождь, а дождь, значит, гниет, а до этого под крепкой крышей, под шикером хранил, он скажет, не сошел и с ума это хозяйство. Всю зиму хранил, а тут бросил без присмотра, да еще и радуется, чтобы повелось вверху. Но этот закон остановил дух. Зерно, не восстанет, если прежде не умрет. Сеятель – это Господь. А Сеятель – слово Божие. Тут тоже надо сказать, когда Господь говорил слово Божие, то нового Завета не было. Были только книги пророков, которые еще не след признавали. Признавали только закон Моисея. А ведь закон-то Моисея включал в себя здесь и заповеди, и плюс, что сказал Моисей. А это далеко не равное. Когда приступили ко Христу, люди, желающие разобраться в семейных обстоятельствах, и услышали, что разводиться с женой нельзя, какая бы она ни была. Да эти такая обязанность лучше не жениться. А как же Моисей это поведал? А Господь говорит, вначале было не так. Пожесть такая серию. Моисей дал вам закон. А они пословом Моисея в закон объединили все, что уходит в виде книжи. А это далеко не равное. Отверстие закона Моисея при двух или трех свидетелях предается в сверхной казни. В послании Кирея в апостол Таиле пишет. Конечно, в первую очередь скрижали. Десять заповедей. А потом уже что сказали другие. А Моисей многое сказал Божий с такосердием. Другого выхода не было. Как Василий Великий дал правило, и говорит, что они несправедливые, но по-другому нельзя. За один и тот же грех. Жене дает чуть полтора раза больше петелью. Но по-другому просто нельзя. И когда вышел все эти, все это слово Божие, имеется в виду то, что вышло из уст Божьих. У нас по словам Божьим понимается Библия. Притом Библия 77 книг. Посектантов поменьше, 66, а не 11 книг канонических. И в этом довете убрали. А у нас слово Божие включает все, что в эту корочку заключено. А что там есть? Там есть прямо, как говорит Господь Бог. Великий Сущий и Его во имя мне. Как он говорит? Бог самого. Так, Господи, а остальное? А остальное не мое, хотя все Писание Бога духновенное. Мы Словом Божиим называем здесь и человеческий элемент. Мало того, слова дьявола входят в Библию. И сказал дьявол, и дух лжи. Это все входит в Слово Божие. Так а разве из этого можно учиться от этого семени? Можно. Когда он кричит, что ты пришел прежде времени мучить нас, это слова дьявола. А сегодня это называется Словом Божьим. Почему? Вошло в Слово Божие. И мы из этого научаемся, что дьявол потерпел поражение и боится Христа. Здесь есть человеческие, даже языческие слова. Как говорит один из стихотворцев, критяне всегда лжецы у тропы ледивые. А толкователь Пепелак говорит, это языческий поэт и пиктет написал. А сегодня это Слово Божие. А какую пользу им можно измельчить из этих безбожных авторов стихотворцев? На очень большую. Мы скажем так. Я всегда отвечаю, что такое патриархия? Я отвечаю ложь. Ну а более расширенная, всегдашняя ложь. А еще тотальная всегдашняя ложь. Когда мы ждали, что объединение нужно, возможно. Мы мотивились об этом. Но объединение только во Христе. И объединение в истине. Они готовят к анонизации Сергия Разбышевского. Представляете, его предательский шаг, как героический поступок. Полное, абсолютное безумие. Совершенное отвержение Духа Святого. Дух Святой никогда не может человека наставить на то, что написано в Библии против. Апостол Павел. Нам, всем, сегодня показывают путь. Подражайте мне, как я Христу. Он не шел ни на какой компромисс. В одном месте Марк однажды чуть-чуть отступил. Ну, юноша, домой-то хотел, опасности или показательности невыполнимыми, невыносимыми. И Павел больше не брать его на проповедь. Нам не нужны те, которые берутся за населки, на полпути сбрасывают. Так что произошло, равномыслие с Марнавой, с дружком его, и разошлись они. Но Бог и здесь сделал пользу. Два святейника слишком шикарно в одном месте гореть. Слово Божие называется Библия. И мы увидели сейчас, что вся она полезна для научения, для наставления. И вот Бог показывает четыре категории из земли. Вышел святейник сейник. И оба упала при дороге. Давайте посмотрим. В первую очередь в объеме страны, в объеме православия. Ну и наши юридикцы, и, конечно, нас потеряете. Что такое Слово Божие? Мы договорились не толковать, а принимать, как и толковали святые мужи. Это Слово Божие. Да кому должно сеяться или нет? Мы если за Слово Божием охотились и давали его слышать, как пишет Дмитрий Засковский, об абсолютном невежестве священников. Многие на память только службы вели, не умеют считать даже. Не знают, что такое дары Божие. В поле как добился, что запас, запас. Сопровождавший его священник командировщик, чтобы запас спрашивать. И в некотором глупом сосуде только нашел причастие. Запасные дары запас называется. Так мы-то должны понимать, что не сеялся. Практически Россия-то не попадает ни под один из четырех категорий. Мы под притчей-то не подошли еще. Сеятель, чтобы вышел сеятель, его надо дождаться, выпросить. А что это Слово Божие? В этом не должно быть ни малейшего сомнения. Об этом апостол Павел говорит так. В первом послании к Коринфянам, 9 глава, 1 стих, 2 глава. Если мы посеяли вас духовно, то велико ли то, если пожнем вас телесно? Что духовно? И Слово Божие призвали к ревности, к покаянию, к смирению, к отвержению языческого образа бытия, к желанию получить Царство Небесное. Значит, мы посеяли в вас духовное, в вас. Да мало того, сами люди являются семенем. Где он запросил, как семя апостола сеять? Пророк Терсия, задолго до пришествия Христа, 4 главе, 6 стих, 2 фон, показывает, что если семени нет, то в первую очередь погибает тот, кто обязан сеять. Это священнослужитель. Доктор от священника. Погибает народ, в который не брошено семя. А уже человек, услышав, себя должен определить, или мимо отмахнулся при дороге, бесы, своровали. Или в хозяйстве погрузился, кроме свиней, коров, куриц, ничего не видит. Значит, второе. Третье показывает, ухватился. О, это есть, да, вспых, у всех кровь Креста на нас пролится, даром дает спасение. И опять угас, нигде ничего нет. А как узнать, есть или нет? Научите домашних своих правильно хотя бы крестное знамение вначале совершать. Крестное знамение правильно значит, вот, на чего, вот, на середину, не на затылок. На чрево, так, где куполина у тебя. Правое, левое, и только потом кланяйте. Только после этого поклоняйте. А не так, что кланяйте и крестится одновременно. Это ломает крест. Учитесь правильно. Почему? Кланяйте, правильно крестите. Не брежу маханье, Затауст говорит, без радости. Я думаю, Затауст бы им веря это не сказал, если бы он не имел на это особого откровения Божьего. Почему? Делающий дело Господне не брежу. А такое же более дело Господне, как словословые люди. В Слово Божие вошли и слова ангелов, селувимов. Мы слышим в алтаре, читаются библейские слова пророка Исаии 6 глава. Свят, свят, свят. А ведь это не Божьи слова. А к Богу направленные слова ангелов. Отныне они называются Словом Божиим. Итак, мне хотелось бы пройтись по местам Писания, которые говорят об угрозе, тем, которые не сеют, тем, которые не дают росту брошенному семеню. У нас сеются. Минимум 4 проповеди в храме на неделю. А на этой неделе так еще 4. Выходит 12. Да может кое-что вырастить. Пророк говорит, так истреблен будет народ Мой. Из большой буквы. За недостаток ведения. Так как ты, обращается к пастырю, отверг ведения, ты он отвергнет тебя в священно действие Твоего. И как ты забыл закон Бога Твоего, то и я забуду детей Твоих. Вот если это эпиграфом взять, я когда дохожу до этого места, думаю, я не могу готовиться к проповеди, мне сначала наплакать все нужно. Господи, что случилось с нами? Пришедшие князем Владимиром люди, почему они это не узнали? Народ истребляется за недостаток ведения. Вот она революция. Вот все, что у нас случилось, первое, второе, расстрел твое семейство. Ведь стреляли-то бывшие прихожане. Ну не все же, что масоны делали-то. За ивреев не ходило, но все купола рушатся. Ведь речь-то идет о сотнях тысяч. Это же русский лет мужик. Как сейчас пишут в воспоминаниях, с собора выходят уже епископ и стоит, короткая армия, и он говорит, что же вы делаете? Разве так можно? Это пишут за рубежом журнале. А почему вы нас не учили? Мы только крышку целовали. Народ истреблен за недостаток ведения. Сеяния не было. Нас нельзя вогнать ни в одну из четырех категорий земли. Да не будет этого с нами. Мы слышим Слово Божие. Понимаем, что это семя. Давайте коротко хотя бы посмотрим. Что означает сегодня это семя? Где оно брошено? И какое наше к нему должно быть отношение? Я нашел хорошее разъяснение, правда в неканонической книге, но она в Библии есть здесь. Третья книга, Едра, таинственная книга, на которую святые отцы не давали полкования. И она не вошла в список книг, которые рекомендуют церковь считать. Это единственная книга из всех. Ну почему неизвестна? Долго думали принять, не принимать откровения, но все-таки приняли. А вот эта не вошла. Но она в Библии, я сошлись на нее. Четвертая глава, двадцать девятый стих. Итак. Доколе посеянное не взошло, и как много зла возросло сердце сынов Адама. И до каких пор это будет так? А ответ дается в этом же слове Божьем, в этой же книге. Что засеянное поле является пустым, сели не того плода, шестая глава, двадцать второй стих. И оно подвергнется сожжению. Потому что не все засеянное сохранилось. И вот житнесы ваши пусты. Восьмая глава, двадцать первый стих. Девятый, тридцать третий стих говорит о том, что сели пустое, пустое и осталось. О чем в основном сеется в церкви сегодня? О чем сеется, когда расходится? Я имею очень большой в этом опыт и скажу. Библия не просто на того, на третьем месте, ни на каком. Она только для того, чтобы стояла на полочке. В прошлом году, выдачи на встречах с сектантами, я сказал мысль, за которую меня священник даже выговорил. Я говорю, если признали, что Слово Божие истинное, и что Слово Божие от Бога, и напечатали, православные потеряли свою пасту. Главное, это вина в Библии, сектанты сегодня только ей руководятся. И говорят, что эта Библия та самая у вас открывает и начинает разъяснять. Православные боялись бы пойти к сектантам, если бы знали, что в Библии неправда. Это роковой шаг, сделанный и полшага. Объявив Библию, Слово Божие, нужно было немедленно ее внедрить в каждую семью. Как за того, где находится Библия, дом делается ненаступным в виде Аллах. Конечно, он бы имел в виду не на полу стоящего. Внутри, чтобы она накаляла нас на красна, ни одна муха не сядет на железный брусок, раскален и добивалась. Что такими мы были ревностями. В книге Библия, 8 глава, 24 стих, говорится об установлении Божием, о законах, которые внедрены во все, и мы должны брать с этого пример. Итак, во все дни будет сеяние и жатва. Любой строй будет меняться. Но остается то же самое. Холод и зной, лето и зима, дождь и зной. Все это будет повторяться. Мы возьмем самое главное. Сеяние. Если оно остается, то в духовном плане это обязанность каждого из нас. Златоук говорит, ты хозяйка. И когда она не имела доступа выходить за кафедру в университете, сегодня они преподаватели, дома слух учить, детей учить. А если муж собьется с пути, его учить. А какой должен быть урожай? Божием 26 глава 12 стих говорится о необычном урожае у Исаака. И ячмень уродился во сто крат. С одного зернышка сто зерен. Надо поучиться сегодняшним земледельствам. Может быть, особый молебен право Исааку попросить, чтобы дай нам хоть ну не сто, хотя и в 360 крат. Тоже неплохо было бы. Книга, чисел 20 глава, 5 стих, говорится о том, что люди часто тоскуют, что потеряли там в безбожестве. Вы помните самое главное? Там вы не имели духовного семени. Все остальное этим покроется. Куда вы сегодня пойдете из нашей общины? Почти полная гарантия. Ну, только великое чудо, о котором я еще не знаю, что священник будет за вас. Священник ревностно наблюдает, чтобы не было никакого движения без него. И где наши люди появлялись, начинали проповедовать, священник мгновенно в этот же день объявлял их врагами номер один. Я всегда говорю, слово Божие, оно направлено к нам. Наш храм разделяется перегородкой. Так и объясняется в Семеновом Памутке. Перегородка и Коностас, там находятся священнослужители. Диакон стоит, читает. У нас сегодня архиерей, пражащая, наш епископ, как называют ангел нашей церкви. И он стоит и считает лицом к народу. А чтец почему-то считает послание лицом туда, в той перегородкой. Я подумал, и чтец-то тоже знает, что это к народу послание Павла. Почему? Он вдруг развернулся, сказал себе мысль. Господи, положи на мысль. Да, видимо, то, что сегодняшнее апостольское чтение, оно касается перыши тех, кто там находится. Ахиерея, наша папишка, наша деда. Ну, я им прочитал, чтобы они не сидели, проповедовали, испытывая множество опасностей. Проповедовали безместно, а Господь их прокормит. Не случайно, думаю, Бог его туда разбернул. Сейчас сколько раз я видел с замечанием. Разворачивайся к народу. Послание к пост на нам. Мы его и должны принять. В Премодрове и Плюсяк, в 11-14 стихе, говорит о том, чтобы никакие причины нас не удерживали от проходя. А то я поеду, потому что там больше будет возможностей. Не будет больше возможностей нигде, чем у нас. Тем более мы побуждаем к этому. Возможности Бог дает на каждом месте. И он говорит так. Если кто наблюдает ветер, тому не жать, не сесть. И кто смотрит на облака, тому не жать. Да вроде облака. Ладно, комбай не заводи. Ладно, пшеница пусть еще подержит. Ничего не будет. В любые обстановки, где бы ты ни был, я имею опыт. На дому я смертельная опасность была. В твердя сижу в отдельной камере. Добился, чтобы была ручка. Принесли, у меня есть ручка. Бумажки. И я пишу краткое обращение. Как найти Бога? И на прогулочной площадке, там где выводят особая камера. Сверху решеткой и небо видно. Я старался найти какую-то щель и туда ссунуть эту бумажку. Следующие, кто будет гулять, они возьмут. Из 20 бумажек, примерно 15, в этот же день оказались в руках охраны. Они тщательно проверялись, кто за мной идет. Все их представили начальнику. Тот присылает самого грозного подполковника, называется РОК. Режимно-оперативный работник. Он говорит, что щит РОК. Я тебя сгнаю. Ты оттуда не выйдешь, если ты для этой агитацией будешь заниматься. Я тебя за это взяли. Я говорю, не за это. А за распространение архитена ГУЛАГ. Нет того места, где бы были узы для Слова Божия. Нет того места той почвы, которая считалась бы негодной. Которой Господь объявил, потому что не засеивайте, только распасывайте. У нас много крапивы. Вот заметьте. Приехал здесь начальник Гипроземы, и сразу какая плодородная земля, говорит у вас. Я говорю, а как вы поделили? Что ж я? Я сам председатель алкогоза был. Крапива растет. Крапива-то на солнышеке не растет. Где солнышеки? Найдите ее. И это означает, где много грехов, люди активные, на грех там можно трудиться. Это ты их обратишь. А если он такой все время на руки между коленами, голова опущенная по типу выдуманного монашинства, всего ничего не будет. Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Сей твари. А в эту тварь ходят и хорошие, и плохие. Пророк Михаил 6 глава 15 стих, возвещает нам о том, что если мы не будем иметь благословения, нарушать законы Господня, то будешь сеять, а жать не будешь. Это особое наказание от Бога, чтобы мы не видели свои плоды. Главная задача получить благословение от Бога. Обязательно подойти к священнику и к епископу. Благослови нас. Мы видим, какую Бог дал нам радость, что у нас библейское все считается на русском языке. Как мне один нерасположенный человек говорит, надо же, таки епископ был плоден. Как вы не сумели его удомать, что при нем библейское фраме считается по-русски? Не надо уламывать. Мы молились. Епископ тоже еще не закончил свое путешествие. У него тоже идет духовное развитие. Написано, переходите из веры в веру. Я всегда постоянно повторяю в вопросе, какие мы счастливые, что с нами епископ. О чем мне из Канады написали. Это редкий случай, чтобы не было скандала каких-то, не урядец с епископом все время. Доказал Бог нам вместе так дойти и вместе умереть. И вместе быть царством небесным. Чтобы нам никто не препятствовал. Даже мы кое-что и бегли. Я с Владыцей сегодня показываю. Владыцей, как, а чей у нас нас? Как он будет реагировать? Еберзуцкая лежит-то. Владыцей все распринял сердцем. Это все ему близко. Потому что мы нигде не нарушили никакого православного канона. В Библии проявляют, пишите слова Божьи, на косяках, на воротах и везде. Ну, тем более над иболами. Да, мы думали между ибол, батюшка говорит, выше. Он сказал, не знаю, с чем моделировал это. Ну, а я понял так, что какие иконы нехорошие, они молчащие. А слово Божьего говорящего должно быть еще выше. То есть я это все истолковываю по методу хорошего обышления. Что он думает лучше и хорошо. Иван Георгий Слуга, 22 глава, 31 стих. Я говорил о том, что сатана покушается подражать Богу. Он это имеет так в виду. Он там сеял и сеял. Он не просто сатана. Сатана, это переводится противник. Это великий проповедник. Тонко знающий психологию ангелов. Челубивов. И когда началась на небе война, то есть загрел на нужные кондиции, мы не знаем, что означает война, но 12 глава Откровений говорит, произошла на небе война. А Даня говорит, зачем он этого занимался? Сброшен клеветик, клеветавший на братья наши день и ночь. Вот чем занимаются те люди, которые теряют общение. И у нас в общине по тому же самому принципу идут. Я посчитал, третья часть отваливается. Желаем мы или нежелаем? Третья часть. У нас 90 человек. 90. Третья часть отвала. Один, только один ко нам уйдет так. Видимо, все-таки, когда стремишься к Божественному, Господь показывает какие-то аналогии, что-то близко к этому. Иоанн говорит 31 глава, 8 стих, что если человек не уводен Господу, то пусть я, говорит, сею, а другой пусть ест. Мы должны видеть и плоды. Желательно видеть, но иногда и не сразу. Потому что вы одни, говорит, сеяли, а другие жали. Войдите в радость Господина своего идеи, другие. В первом послании к Коринфянам, 15-20-36, апостол Павел объясняет о том, как люди воскреснут по образу семени. Если люди не понимают это, он говорит, безрассудны. Ну смотри в природу, семя-то не живет, если оно прежде не умрет. И мы, если не умрем, для подских похотей, прихотей, если целиком не отодим себя на служение Богу, то слово первое, ты... Лучше не говори. Я слышал такие проповеди, только одно выходишь, и хочется сказать, чтобы никогда человек больше не говорил. В первую очередь, оно не имеет плода. В вторую очередь, искаженное. Мы говорим все время об объединении. Я молюсь на митрополите Лаврия Виталия и добавляю, Господи, да не будет ни шестивого объединения, чтобы оно было во Христе. Сокол Божий. На пользу. Пророк Айгей 1-6 говорит, вы сеете много, а собираете мало. Может быть, это и о нас. Говорим мы много, а что будем собирать? Это только растворенное благодатью веры, слово слышанное даст воды. Матфея 6-26 показывает нам пример доверия Господу о том, что вороны не сеют и не жнут. Только в одном можем сказать так. Иеремея 12-13 И вот они сели пшеницу, опожали терны, измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких ваших прибыльков своих по причине пламенного гнела его. Господу неугодно, когда мы отступаем от Него, когда сели не Слово Божие, когда оно искаженное. Мы должны каждое Слово Божие сравнивать, которое в нас вошло, правильно ли я его понимаю. И понимать его только так, как истолковали святые отцы. 1 Коринфянам 3-7 говорит о том, что и сеющий, поливающий ничего не значит. Иногда спрашивают, а сколько людей обратилось? А у нас туда даже и нет. то, что обратилось. Написано, поливут вас перед царями и там будете сеять. Для свидетельства. Я за свидетельство, от меня больше не зависит. Это не что, а все Бог возвращающий. В послании к Риму 15-16 апостол еще раз подтверждает, и так, что трудиться нужно для Царствия Божия и совершать священное действие благовествования Божия. Это совершенно новые слова, которые... Тихо, как указанное в Кадынгаре, второе послание к Коринфянам, 10 глава 7-18 стих. У меня есть желание говорить на другие темы, например, почему в церкви принято обычай называть храм в честь такого-то священного мученика. Но пока до этого времени не доходит, я иду точно по годовому кругу в чтении указаны теми, кто делал разнарядку. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...